Беларусь вовсю готовится к грандиозному спортивному событию, равных которому еще не было в нашей стране. С 21 по 30 июня в Минске пройдут вторые европейские игры. В этот период столица примет беспрецедентное количество спортсменов, тренеров, болельщиков и представителей СМИ из 50 стран Европы. Несмотря на то, что основные спортивные мероприятия будут сосредоточены в столице, регионы тоже станут неотъемлемой частью спортивного праздника континентального масштаба. Накануне открытия вторых европейских игр состоится символичная эстафета «Пламя мира», которая пройдет по всем регионам Беларуси и завершится на стадионе «Динамо» в Минске. В связи с подготовкой к предстоящему марафону в Гродном провели рабочее заседание Организационного комитета эстафеты. Она стартует 3 мая 2019 года в Риме, где находится штаб-квартира Европейского олимпийского комитета и прибудет в Беларусь 11 мая. Путешествие «Пламя мира» по нашей стране начнется с Брестской области, откуда 18 мая оно будет доставлено в наш областной центр. «Пламя мира» будет шествовать по Гродненскому региону. Задействовано будет 7 районов Гродненской области и город Гродно. Из районов я бы хотел выделить Гродненский район, Лицкий, Новогрудский, Карелический район, Сморгонский, Островецкий район и Волковыский. В каждом районе будет своя программа, свои культурные мероприятия предусмотрены, будут задействованы сценические площадки на различных объектах нашего производства, промышленности, будет работать торговля. Торжественный старт шествия у «Пламени мира» по Гродненской области будет дан на площади Ленина. Организаторы обещают не просто удивить гостей церемонии, но и превратить ее в одно из самых ярких событий года. Из Гродно огонь отправится в Новогруда к Елиду. Однако, благодаря спецпроектам эстафеты, которые пройдут в разных местечках при Немане, весь мир сможет познакомиться с удивительным историческим и культурным наследием Гродничины, ее архитектурными жемчужинами и доброжелательным населением. Наш регион раскроется в полной красе. Лицкий замок превратится в арену рыцарских турниров и средневековых баталий. СПК «Вертелишки» станет площадкой, демонстрирующей народную и фольклорную культуру синеокой. В музее-усадьбе Михаила Клеофаса Агинского, что уютно расположилось в Сморгонском районе, пройдут музыкальные вечера, некостюмированные балы. Одним словом, в каждом из районов участников театрализованных представлений пройдут аутентичные интерактивные постановки, концерты и запоминающиеся спортивно-развлекательные аттракции. На проведение трансляции европейских игр и эстафеты «Пламя мира» подало заявку более 110 телеканалов мира. Такое глобальное внимание мировой общественности, в частности и Гродненскому региону, большая ответственность. И сегодня в области идет титаническая подготовительная работа для того, чтобы в мае Принеманский край покорил гостей и зрителей вторых европейских игр. Большая заслуга в этом будет принадлежать и волонтерскому движению, членом которого, к слову, может стать каждый желающий. Вот когда пламя пройдет по всем регионам областей наших, вся страна будет уже на максимальном подъеме перед стартом финальных соревнований. И я думаю, что и гродненские атлеты прославят Гродненщину и Беларусь на Евроиграх. И в то же время, я думаю, что и спортсмены, и гости, туристы, которые приедут к нам в Беларусь, они еще раз, еще больше раскроют перед себя нашу страну. И туристов с каждым годом будет у нас все больше и больше. На этих престижных международных соревнованиях Гродненщину будут представлять более 50 спортсменов по 12 видам спорта. Сегодня они активно готовятся к предстоящим стартам в разных уголках планеты. Представители нашего региона будут претендовать на высшие награды в таких видах спорта, как легкая атлетика, греко-римская и вольная борьба и гимнастические виды. Сегодня еще очень важная миссия европейских игр, потому что по многим видам будут проходить лицензионные турниры для отбора на летние Олимпийские игры Токио 2020 года. Поэтому это очень важный старт, и мы, в принципе, решаем несколько задач, в том числе и попадание на главные игры четырехлетия. Продажа билетов на вторые европейские игры уже существляется в интернет-пространстве. Скоро их можно будет приобрести и в кассах города.